приветствую всех и вся youtube друзья в этом видео я расскажу вам об одной интересной теории по аниме и манги берсерк и касается она красного бихелита а именно откуда берутся эти зловещие яйца судьбы сколько их всего и почему в манге показан лишь один красный бихелит на эти и многие другие вопросы я попытаюсь ответить в этом видео но сначала я хочу предложить вам кое-что интересное новый аниме ивент world of warships совместно с легендой о героях галактики 2 сверхдержавы больше 150 лет сражаются за право управлять человечеством галактическая империя против союза свободных планет диктатура против демократии какую сторону выберешь ты сражайся зарабатывать тематические награды и выбирай сторону конфликта чтобы забрать свой набор подарков командиров с японской озвучкой камуфляжи дублоны серебро и семь дней премиума но торопись срок ивента ограничен регистрируйся по ссылке в описании прямо сейчас итак красный бихелит ультра важный артефакт во вселенной берсерка вещица которая рушит судьбы людей и которая сама предопределена судьбой для своего носителя в манге был показан лишь один красный бихелит и был он у гриффита данная штука кардинально отличается от обычного бихелита не просто так у нее есть вторые названия такие как королевский бихелит или яйцо властителя если простой бихелит дарит способности апостола то королевский свою очередь наделяет владельца воистину божественной силой на примере гриффита мы знаем что тот кто владеет алым бихелитом скором будущем сможет стать членом руки бога одним из пяти ангелов посланных идеей зла в бренный мир для контроля своей воли жертва которую должен принести владелец королевского бихелита намного выше и чудовищней чем та которую сможет предложить обычный человек с рядовым бихелитом если судить по событиям из манги то счет человеческих жизней может исчисляться сотнями и тысячами каждый из глани господа принес подобную жертву отвергнув все что было ему дорого и любима став астральным существом мы точно знаем что пришествие каждого из ангелов происходит каждые 216 лет это фактически временной промежуток между затмениями но откуда берется алый бихелит почему ангелов всего пять и почему гриффит стал пятым и что случилось с предыдущими членами руки бога давайте разбираться из 362 главы нам известно что тысячу лет назад войд уже существовал как ангел десницы рядом с ним находились еще четыре существа предположительно также ангелы но они отличаются от нынешних у них более монструозный вид и так если думать в этом направлении получается что красных бихелитов должно быть минимум пять как и пальцев одной руки доподлинно не ясна судьба тех существ но можно предположить что существует некая наследственность алого бихелита не просто же так есть определенный промежуток между затмениями даже если кто-то из ангелов умирает к примеру в битве с рыцарем черепом через определенный момент появляется новый ангел независимо от того что случилось с предыдущим даже если отталкиваться от того что всех ангелов первого созыва планомерно уничтожил черепоголовый все равно каждые 216 лет появлялся новый ангел но есть и другой вариант возможно что во время очередного затмения ангелы попросту меняются местами самый старый уступает свое место более молодому которого выбрала идея зла слан сама говорила что гадз может использовать бихелит который он носит с собой со времен битвы с графом так как он связан с ним если толковать ее слова правильно гадз может стать апостолом при определенном раскладе если это так то что мешает меняться членом руки бога подобным образом в берсерке все построено на судьбе и определенном ходе вещей было бы глупо отрицать что такое существо как идея зла способное менять все местами не позаботиться о всех нюансах своего нормального существования конечно можно упрекнуть в том что гадз сломает подобные догадки но это лишь небольшая погрешность в глобальном плане слишком мало времени прошло по сравнению с целыми веками о которых нам постоянно напоминают основные же события берсерка улаживаются в несколько лет беря отсчет от арки золотого века и до нынешних событий так что гадз возможно и не особо пока мешает планам идеи зла ибо промежутки уж слишком большие тот же зод говорил что бихелит всегда найдет себе хозяина независимо от обстоятельств пример гриффита в догонку в итоге мы имеем пять ангелов а значит и пять красных бихелитов используются не каждые двести шестнадцать лет и жертва должна быть феноменальных размеров как то так друзья на сегодня у меня все если понравилось видео и вы узнали что то новое ставим свои красные бихелитовые лайки подписываемся на канал и пишем свои мысли насчет красного бихелита и помните что именно вы мотивируете меня делать новые видео спасибо за просмотр всем здоровья удачи и пока ну и дрянь ты с собой носишь тебе не страшно это яйцо властителя жертвы а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok